За последние несколько лет барнаульские застройщики прокачали скиллы в строительстве жилья. Строить стали качественнее и добросовестнее, отмечают эксперты. Однако новоселам все равно нужно бдить при приемке квартир формировать дефектную ведомость. По ней застройщик в течение двух месяцев обязан устранить дефекты. Также у нас есть отклонение от вертикали стен. Без отделки, это у нас простая штукатурка стен, очень слабого качества. То есть вся она уже отслаивается. Однако у дольщиков в этой истории появились подводные камни. В этом году вступило в силу распоряжение правительства, которое снижает нагрузку на застройщика. В соответствии с этим постановлением, дольщик, во-первых, обязан подписать акт приема и передачи, если недостатки не препятствуют эксплуатации, то есть не существуют недостатки. И застройщик уже в течение 60 дней имеет приоритетное право на устранение этих недостатков. То есть уже не получится так, что у меня есть недостатки, пожалуйста, компенсируйте мне это деньгами. Если застройщик не устраняет дефекты, то дольщик обращается в суд и взыскивает расходы на устранение недостатков. Только взыскать расходы не обязать застройщика устранить. Только либо получить деньгами расходы на устранение недостатков, ну, либо застройщик в добровольном порядке устранит. Всегда застройщик старается добровольно устранять эти недостатки, потому что это экономически более целесообразно. При обнаружении недостатков через несколько месяцев или даже лет устранять недочеты застройщик обязан в рамках гарантийных обязательств. А если недостатки уже выявились спустя год-два? Все зависит от того, как была приобретена квартира. Если это договор купли-продажи застройщикам, гарантия на квартиру два года. Если вы действуете в рамках 214-го федерального закона о долевом строительстве, гарантия у вас пять лет на общестроительные конструкции и три года на инженерные системы. Если срок гарантии истек, а проблемы появились, то владельцам нужно обращаться к Фемиде. Главное доказать, что дефекты возникли в период гарантийных обязательств, а не после. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.